Если зацепиться сегодня, то серия вновь переедет в Нижегородскую область И через два дня команды сыграют там уже шестой матч Ну а преимущество своего льда у Сокола В следующей минуте сегодняшней игры, точнее на девятой секунде Выигрывает вбрасывание красноярцы Наброс на пятачок Попытка там зацепиться за шайбу со стороны Зузина не удалась Заборников первым на ней в своей зоне Колганову передачу отдал через лицевой борт Выход из зоны затрудняют хоккеиста Сарова Но тем не менее переводят и без проброса шайбу во владение соперников красноярцы Правда делает заборников на Михаила Железнова Проброса нет и смена, которая получилась затяжной И у одной и у другой команды, вот эта смена долгожданная сейчас проходит Упускает за спину Конькова Озаринш, но подстраховал защитник От Семина шайба далеко от клюшки отскочила Вынуждены теперь красноярцы вновь заняться ее отбором Теряет шайбу Коньков Андрюшенко посмотрел, не стал сразу входить в зону Там был Семин, дождался пока Далеко не ушел Смена здесь в обеих командах сейчас потребовалась Шестая минута игры заканчивается 0-0 пока в пятом матче серии плей-офф Хороший дриблинг демонстрирует Коньков И бросает с середины зоны Есть право на две ошибки Не хотелось бы, конечно, чтобы эти ошибки красноярцами были допущены Без лишней нервотрепки нужно выходить в четвертьфинал Тем более, когда сложилась такая ситуация Именно по ходу серии Но вот это и психологически, наверное, поддавливает наших ребят И опытные игроки, такие как тот же Семин Такие как Андрющенко, как Озаринш Озаринш должны своим примером показывать Как преодолевать все-таки в плей-офф вот эти этапы Люди, которые не ограничивались одной восьмой финал И Андрющенко в Заурале, и Озаринш в Ангарском Ермаке Ну и Семин в Магнитогорском Металлурге Завоевав кубок Гагарина Поэтому хорошо, что такие опытные команды из Межгородской области Пока проигрывает вбрасывание Саров Камалов не стал сразу выбрасывать Занял позицию получше И получился даже не то, что выброс А выход один на один практически Алексея Князева И у нас Матеряева Держан шайб у красноярца Но и там очень такое Бровновское движение Хорошее, в хорошем смысле слова На синей линии Совсем точная передача, правда, получилась Ну и пошел, мне кажется, сейчас такой Открытый хоккей Сарову нечего терять У красноярцев есть право на ошибку Пропустить будет не страшно А забросить очень хорошо Но Сарову терять уже нечего Если играть академично То через два периода и полторы минуты наступит отпуск Выиграли вбрасывание стартовые хоккеисты Сарова Сразу наброс, бросок И, по-моему, вновь Петров на этот раз просто фантастически Выручает свою команду Вселите уверенность своих игроков Что ты у них надежен Как в сегодняшнем матче, так и во всей серии И вновь проигрывают вбрасывание красноярцы Саров начнет сейчас атаку из своей зоны Тисленко Семин прессингует в чужой зоне Тут же Андрющенко И вот только сейчас Озаринш выкатывается Семин Не будет удаления в этом эпизоде Андрющенко шайбу в чужой зоне Шайбой завладевает Размена по ходу матча Назаров здесь еще поборолся Вытеснили наших игроков И, собственно, из зоны хоккеиста Сарова Но вернули красноярцы чужие владения шайбу Андрющенко, к сожалению, борт закрыть не сумел Нужно смениться сейчас нашему нападающему Нашему бомбардиру Выигрывает вбрасывание красноярцы Назаров Под прессинг угодил Со стороны Ясаяна, по-моему Нет, Антона Вилкова И Камалов поправляется на две минуты отдыхать Шанс возникает у Сарова сейчас Бросок по воротам Петров шайбу сначала не фиксирует Но увидим, что рвет в нашей зоне Тревожные минуты Выигрывает красноярцы вбрасывания Пытаются за шайбу зацепиться Не получается Миронов Не стал атаковать Там выскочил защитник На перерез и уже бросать по воротам было, наверное, бессмысленно Закрывает зону сейчас Тисленко И теряет шайбу Саров Вот так, уже в падении Руденков переводит ее в чужую зону, в чужим воротам Смена нужна нашей четверке Меняется состав у Сокола Железнов, Патрилицин, Теряев, Кожевников Такова четверка обороняющихся хоккеистов Бросок в ближний угол Справляется с ним Юрий Петров И вновь выбрасывает красноярцы шайбу подальше И напрягает, напрягает Михаил Железнов Не удается выбросить шайбу из зоны Соколу Будет еще одна возможность Кожевников Помогает Князев, но нет Закрывает синюю линию гости Петров Ногой закрывает угол И удаление Бросок по воротам Справляется Мальков, но шайбу не фиксирует Добить не удалось И Озалиш теряет на чужой синей линии 2 в 1 Выход получается у Сарова Да, как сейчас устояли своего рода красноярцы И на всех парах Андрющенко летит Бросить не дали нашему 89 номеру Но как в предыдущем выходе Сарова К нашим воротам отстояли Эти самые ворота красноярцы Вновь какая-то фантастика А еще играть И третья шайба была бы очень кстати Гловацкий, к сожалению, вбрасывание проиграл Но выбросить шайбу из собственной зоны не удалось Семен Потрясающе Зузин Брасывает шайбу в зону Бежит бороться на лицевой борт Железнов здесь подключается К этой самой борьбе шайба получает Михаил Пас на синюю линию И наброс на пятачок Там чуть-чуть Железнов не успел Бросок от синей линии подставлял клюшку Зузин Затем пытался завести из-за ворота ее в сетку Шураков потерял клюшку И вот по сути в меньшинстве остается, так сказать, Саров Пять вооруженных красноярцев против четверых Хоккеистов Саров Вот сейчас забирает клюшку Шураков Под бросок бросается, но Теряев объезжает Выигрывают красноярцы в брасывании В большинстве мы играем, напомню Но вот смотрите, какой прессинг включают хоккеисты Сарова Вдвоем они находятся в зоне красноярской команды Не дают, не дают ничего начать Только лишь вот так Камалов отдавал на Руденкова А в ангарске Ценный, 20 минут навертаем, пока 0-0 Счет по-прежнему Сокол выходит из собственной зоны Выиграли в брасывании и начинают свою атаку В пятером против четверых играют красноярцы Брасывает на входе в зону шайбу туда подальше К лицевому борту князев Отскакивает она обратно к нему Тут же Цыганов И тут же партнер Антон Гловацкий Гловацкий за воротами Царапывает шайбу у соперников Выезжает на свободный лед, нужно это сделать Располагается Сокол 40 секунд еще в большинстве будет наша команда играть Идет последняя минута второго периода Гловацкий, бросок в колюшку сопернику попадает Шайба Цыганову отлетела Дмитрий Цыганов разворачивается в сторону ворот Бросок Бросок Справляется с одним броском Мальков Но отскакивает шайба прямо на крюк Тайма забросит шайбу 1-0 Счет как в первом матче противостояния Сокола и Сарова Вышли вперед серии 3-2 И переезжают сейчас обе команды в Орск Где 7 марта сыграют 6 поединок серии Теперь уже у Южного Урала нет возможности на ошибку Нужно дома побеждать Ну а преимущество своего льда у Ермака Перенесемся в Красноярск Сосредоточимся на нашем матче Андрющенко переводит игру в зону соперника Сразу же навязывает борьбу защитнику Чуть-чуть выцарапать шайбу не получилось у форварда Сокола Но защитники пошли вперед Камалов бросал верхний угол И давление побольше оказывает на ворота красноярской команды Но красноярцы уверенно, уверенно играют Сейчас Князев объезжает своего соперника И владеет шайбой Имеет момент Нет, упустил возможность для броска Укатил за ворота И вообще покинули зону соперника наш Но быстро возвращает туда шайбу Правда смениться нужно Красноярской команде Сейчас у меня складывается ощущение Что на игру в три звена перешли красноярцы Вновь пятерка Озылинша на площадке И с теми же защитниками Шведенко и Киряев А кого нет? А нет, по-моему, четвертого звена На площадке Нет, Князев был Не исключено, что трех игроков просто снял с игры Сейчас Александр Китов И перекроил зверь Посмотрим по ходу матча А может? Против Романа Конькова Выигрывает Гловацкий вбрасывание Защитники должны здесь разобраться До Руденкова шайбу доводят Здорово сейчас Неудобные руки Он на Гловацкого А дежурил Цыганов уже на синей линии И он поддержал атаку Своего центра Навязывает Цыганов борьбу За воротами защитнику Руденков здесь Мимо шайбы прокатил Саров выходит Из обороны в атаку Горбунов Нет, это Шураков Хорошо поработал сейчас Руками и ногами Упал, но без нарушения правил И затем Быстренько вскочил Продолжал И снова нет Ну и Счет сейчас такой Получше, чем тот Что был В момент попадания Никиты Кушина В памятном финале Коньков Оставляет шайбу Шуракову Шуракова попреследовал Так Голганов Клюшечку прихватил Но в рамках правил Саян раскатывается Прошу прощения Вилков 55-й И Озалищ убежит Убегает Но второй защитник Пришел на помощь Миронову И у нашего нападающего Все-таки Шайбу С Клюшки забрал Кевичу и того меньше Ему 18 лет А 19 лет Исполнится в июне Да, 18 лет сейчас Поэтому Уже даже Само присутствие Их в команде На таких важных Матчах Это, конечно, опыт Ну и, как я уже сказал В три звена Играет сейчас Сокол В третьем периоде Нет Зузина Нет Петраша И нет Назара Все, мент Хочется увидеть Еще шайбу Заброшенную Может быть и не одну В исполнении нашей команды Второй период Вот его середину Сокол провел Просто здорово И, к сожалению Ограничились Только одним голом Команда Не без Изъянов А та же Сканева Допустим Может получить Четвертьфиналу Пополнение Из Главного Главного Спортивного Клуба Армии Поэтому Тут бабушка Надвое Сказала Кто для нас Выгоднее Хороший наброс Тренерский штаб Игроки Сарова Пока Камалов Продолжает И в атаку Теперь уже Совершенно Раскованно Действует Сокол В последние минуты Через две Минуты Через 200 секунд Наша команда Даже уже чуть меньше Наша команда Отправится Поприветствовав Трибун И отправится Готовиться К одной Четвертой Финала И ждать Своего соперника Не закончилась Еще серия Между Ермаком И Южным Уралом Там будет шестой матч В Орске Пока в серии 3-2 Ведет ангарская команда И еще Момент Князев не реализует И еще Одна серия Не завершена 3-1 Торос Выигрывает Усть-Каменогорского Торпеда Сегодня пятый матч Усть-Каменогорск Финальный отчет Трибун И исторический выход Сокола